Что делает государство в области молодежной политики и что еще важно сделать в ближайшее время? Об этом поговорим прямо сейчас с новым руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксении Розуваевой. Ранее она отвечала за молодежные проекты, добровольческие инициативы в управлении президента России по общественным проектам. И сегодня она в студии, Ксения. Здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь разрешите вас поздравить с назначением на новую должность. Спасибо большое. И первый вопрос к вам следующий. И задача молодежной политики, как известно, развивать потенциал у молодых россиян, дать возможность для эффективной самореализации. Какие сейчас задачи стоят перед ведомством и что вы планируете, возможно, нового привнести в работу? Ну, я бы, наверное, ответила на этот вопрос, так попробовала, по крайней мере, знаете, максимально по-человечески. Мне кажется, что самая главная такая наша задача, это чтобы каждый молодой человек был, первое, услышан, второе, счастлив. Как бы громко это ни звучало, мы все, мы с вами тоже представляем молодежную аудиторию. Это для нас очень важно. И здесь у нас молодых людей в стране больше 40 миллионов человек. Мы фактически сегодня работаем с аудиторией, начиная от школьного возраста, заканчивая, согласно новому закону, до 35 лет. Ну, то есть аудитория очень широкая. Что значит счастливым? По факту нам необходимо каждому молодому человеку дать в руки инструментарий, палитру возможностей для того, чтобы, как вы говорите, себя реализовать. Причем здесь очень важно, чтобы эта реализация была не только профессиональной, но и творческой, личностной и так далее. Если молодой человек в нашей стране что-то хочет поменять в своей жизни, а нам это свойственно, тоже молодым людям, то он должен иметь возможность это сделать. Не знаю, переехать в другой город и устроиться на работу, либо создать какой-то проект, не знаю, в своем селе, обзавестись друзьями и стать частью какого-нибудь для себя важного сообщества единомышленников и так далее. Это, на самом деле, очень амбициозная задача. Я бы даже, наверное, формулировала ее не как задачу для себя, а как миссию. И, конечно, для того, чтобы этот план реализовать и осчастливить, ну, так скажем, каждого молодого человека в нашей стране, одной рост молодежи мало, но это объективно. И, конечно, мы в этом смысле придем ко всем и к каждому, да, в этом смысле и к профильным ведомствам и министерствам, и к крупным компаниям, к бизнесу, и к некоммерческому сектору, там, к различным фондам и организациям, для того, чтобы взять их по факту в союзники, да, как бы к нам и вместе вкладываться в молодежную аудиторию. Потому что, знаете, как показала практика прошлого года, есть такой проект «Мы вместе». Вот мы как раз сегодня запускали премию, международную премию «Мы вместе» давали старт. И вот это, знаете, нас очень хорошо научило тому, что мы вместе можем вообще, ну, гораздо больше, чем поодиночке. Вот этот энергетический эффект в молодежной политике, он должен быть. И здесь для нас очень важно, что и президент страны в рамках послания федеральному собранию отдельное внимание уделил вообще молодежной проблематике. Это сразу же обернулось в поручение президента, и сегодня мы готовим, собственно, изменения в национальные проекты. И поручение звучит как формирование специальных разделов, посвященных молодежи, поддержке молодежи в рамках национальных проектов. Это вот первый такой инструментарий, который по факту позволит организовать межведомственное взаимодействие. О чем еще хотелось бы сказать, что, конечно, здесь нужно, ну, по-честному говорить, что тот инструментарий, который за последние годы мы создали, а на самом деле он очень широкий, это и различные проекты, социальные лифты в рамках платформы «Россия – страна возможностей», и «Арт-кластер Таврида», и многие другие знаковые такие проекты, причем они такие проекты полного цикла, да, когда мы с аудиторией работаем не эпизодически, а полноценно в течение всего времени. Вот. Но, тем не менее, этими инструментами сегодня пользуется не вся молодежь в нашей стране. Поэтому наша ключевая задача – это расширение охвата, и здесь не только с точки зрения широкого информирования, но и донастройки, в каком-то смысле, где-то персонификации этих инструментов под каждую профильную аудиторию. И, конечно, непрерывная коммуникация. Это очень важно, потому что нам нужно такую постоянную, держать устойчивую связь с молодыми людьми, реагировать на их запросы. У нас есть примеры таких проектов, например, конкурс «Большая перемена», в котором сегодня больше двух миллионов школьников. И это не просто конкурс, когда они пришли, выиграли, ушли. Это полноценная среда, в которой они в режиме нон-стоп находятся с нами, мы им помогаем развиваться, даем им возможности образования, встречи с известными людьми, путешествия и так далее, и так далее. Все, на что у них есть запрос. У Росмолодежи направлений для работы много. Это и патриотизм, и волонтерство, и предпринимательство, и научно-техническое творчество, и ряд других направлений. Как, по-вашему, какие из этих направлений наиболее успешны, наиболее успешно показали себя на настоящий момент, и где требуются определенные доработки? Начну, наверное, с последнего. Доработки требуются абсолютно везде, но это связано не с тем, что что-то работает неэффективно, потому что я сказала, что очень многое построено за эти годы, а скорее с тем, что молодежная среда, она очень такая энергетически напитанная, динамичная, быстро меняющаяся и так далее. На самом деле, очень многие тренды сегодня задаются молодежи, и не только задаются, где-то они опережают, скажем так, повестку. Вот, поэтому в этом смысле здесь нельзя останавливаться на достигнутом, и в целом, ну, динамично развиваться по всем направлениям. При этом, конечно, есть, ну, безусловно, какие-то, которые с такой особой гордостью, о которых можно говорить. Это любимый проект «Мы вместе», я просто сегодня им так, в общем, вдохновлена с самого утра. И вообще, в целом, развитие волонтерского движения в нашей стране, потому что здесь, конечно, весомая роль именно Федерального агентства по делам молодежи, всей той работы, которая была проделана, собственно, предыдущей командой, и нами, на самом деле, всеми вместе. И волонтерское движение, оно, конечно, прошло такую проверку на прочность в прошлом году, в период пандемии, как раз, когда появился проект «Мы вместе», когда больше 200 тысяч волонтеров, безусловно, основной аудиторией, которого стала молодежная аудитория, да, то есть те, кто выступали волонтерами, это и крупные компании, это порядка 9 тысяч компаний, которые включились в этот проект, и вместе удалось помочь 6,5 миллионам людей. Ну, то есть это очень, конечно, такая, ну, знаковая для всех история, такая отражающая нашу внутреннюю ментальность, на самом деле неравнодушие молодого поколения. Поэтому вот это, наверное, такой один из самых успешных кейсов. Ну, и с точки зрения еще каких-то, да, направлений, скажем так, здесь, вот, как я уже говорила, очень важно реагировать на запрос. Ну, например, сейчас там в таком тренде, скажем так, экологическая повестка, да, и молодые люди выступают лидерами позитивных изменений с точки зрения сохранения природы, осознанного потребления и так далее. Запрос есть у аудитории, значит, мы должны, как федеральное агентство, выступить с предложением, да, на этот запрос. Поэтому в этом смысле у нас в этом году там появляется новый форум, мы должны, но это не единственное, да, то есть здесь дискуссионная площадка, это одна часть. То есть от этого заканчивая, там, не знаю, широкой поддержкой социальных проектов в этой сфере, образовательные программы и так далее. То есть вот по такому принципу мы будем развивать максимальное количество направлений, потому что интересы молодежи, они сегодня, ну, очень-очень широкая палитра. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, это финансирование Росмолодежи, что является, одноднему, из крупнейших операторов грантов в России. Какого рода проекты получают эти гранты? Кто их может получить? Это НКО или это физические лица, или кто-то еще? Все, кого вы назвали, и НКО, и физические лица, и вузы еще тоже. Соответственно, проекты, ну, сама суть конкурса, это такая ресурсная поддержка социальных инициатив молодых людей по всей стране, там направления самые широкие, они, опять-таки, каждый год корректируются на основе обратной связи от молодых людей. И ключевой критерий к этим проектам – это полезность, да, то есть это полезность, это обратная связь от тех, кому эти проекты, на кого они нацелены, кому они помогли. Там, в качестве примера, вот первое, что приходит в голову, у нас есть такой прекрасный молодой человек, Антон Коротченко, который получил грант на проект «Здоровое село». Они с ребятами, с выпускниками медицинских колледжей, там, молодыми медиками, выезжают в село в отдаленные и оказывают медицинскую помощь, собственно, людям. Есть проекты, например, в Оренбургской области, сейчас не вспомню имя девушки, проект, связанный с развитием просто таких творческих пространств, там, креативное интеллектуальное кафе, у них был такой проект. Ну, то есть вот абсолютно разные проекты, которые нацелены на развитие молодежи и, безусловно, на такую социальную пользу. Форумную кампанию, так или иначе, вы уже упоминали в нашей с вами беседе. Все же хотелось бы поподробнее на этом остановиться. Что в себя включает форумная кампания «Росмолодежи» и какие мероприятия можно считать самыми, скажем так, результативными? Форумная кампания – это, по сути, такая точка сборки, наверное, самых ключевых тем и проектов, которые ведутся Федеральным агентством по делам молодежи и шире, да, то есть всей экосистемой молодежной политики в течение всего года. То есть это такая визуализация результатов и точка включения самых активных молодых ребят, которые в течение года работают. Соответственно, форумная кампания реализуется и на уровне муниципалитетов, и на уровне регионов. Есть окружные форумы, есть, соответственно, федеральные. В основном, каждый из этих форумов несет, ну, то есть такую региональную специфику, да, в себя включает, либо прямо муниципальную, то есть нацелен на решение каких-то локальных, соответственно, проблем и такую совместную работу над этими проблемами, собственно, с молодежной аудиторией. Если говорить про федеральный уровень, у нас есть 9 окружных форумов, которые будут проходить в этом году. Есть 7 федеральных форумов. Одно из таких, наверное, ну, отличительных черт этого года, у нас такое серьезное усиление Дальнего Востока. У нас будет сразу три форума. Один будет в Хабаровском крае, один в Приморье и один на Сахалине. Это форум Острова, Амур и форум Восток. Вот, соответственно, ну, и, наверное, как самый такой яркий, ну, флагман на сегодняшний день, это проект Таврида, форум Таврида. Он немножечко уже больше, чем форум. Это такой полноценный арт-кластер на берегу крымского полуострова в совершенно потрясающем красивом месте под судаком. Вот, и это, по сути, полугодовой форум, который привлекает молодых людей, творческих молодых людей, деятелей культуры, представителей креативных индустрий. Но помимо форума, это еще и фестиваль очень яркий. Кстати говоря, Россия-24 является нашим партнером ежегодным, который информирует о всех событиях этого фестиваля, прям с места событий. Это такая витрина Тавриды, да, собираются самые, наверное, яркие проекты. Это такой фестиваль коллабораций, когда то, что в нашем понимании не всегда сочетается, там находятся соединения, абсолютно разные направления искусств. Вот, это платформа кастингов, да, где сегодня собираются все самые ключевые кастинги страны. То есть, по сути, такая точка возможностей для творческих молодых людей в одном месте. Вот, и это такая наша гордость. В этом году мы всех приглашаем с 8 по 12 сентября обязательно посетить. Но и все остальные наши молодежные площадки, форумы тоже, в общем, очень будем рады. Ксения, я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам успехов в вашей работе. Напомню, что мы общались с новым руководителем Федерального агентства по делам молодежи, Ксении Разуваевой. Спасибо.